Приветствую тебя! Это обзор от Mop.ua и с вами я Трэш. Сегодня на твой суд предоставляется новое творение для андроид. Игра по мотивам фильма Война Миров Зет, который должен выйти в прокат уже в начале июля. А пока он не вышел, Брэд Питт будет нервно курить в сторонке, так как пока шанс спасти мир выпадает тебе. Выпустила игру компания Phospho Game Studio в сотрудничестве с Paramount Digital Entertainment. На первый взгляд ты, наверное, подумал, что это обычный шутер про зомби, где ты будешь отстреливать их пачками, пробиваясь к цели. А вот и да! Сюжет заключается в том, что главный герой, которого зовут Дуглас, находится далеко от своих близких, которым, как всегда, грозит опасность, и которых ты обязан спасти от зомби. Но не бойся, зомби не кусаются. В отличие от других игр на андроид, в этой, на первый взгляд, есть все показатели, чтобы стать полноценной игрой на ПК. За первые 15 минут Война Миров Зет ведет себя как образцовая игра про зомби. Ей отлично удается держать тебя в напряжении динамики. Уже в самом начале тебя встречают в сумасшедшей сцене, где зомби-рои мчатся за грузовиком, желая оторвать от тебя кусок. Рядом переворачивается автобус, с неба падает самолет, ты на сумасшедшей скорости попадаешь в аварию и... Все! Тебе хватит, решили разработчики, оборвав веселье на этой сцене. Лучше бы оставили ее на десерт, нежели кормить нас дальше сухарями. А дальше игра идет плавно и размеренно. Хотя нет, не так уж и плавно. Герой будет передвигаться рывками за странного управления, стиль которого можно конечно подобрать под свой вкус и цвет, что все равно не изменит корень проблемы. А в момент стрельбы по зомби игра будет вообще переходить в скриптовый тир, где тебя требуется лишь наводить оружие на цель. Да, ты не ослышался, наводить. В одной из трех стилей управления герой стреляет автоматически. Да, в двух других будешь делать это уже ты сам, но и тут управление подкачало. Для стрельбы необходимо либо давить четко на средину экрана, переграждая себе обзор, либо попадать на маленький кружок рядом с кнопкой перезарядки, стараясь случайно ее не задеть. В самой системе управления ничего нового нет. Левая часть экрана отвечает за передвижение, правая за обзор камеры, стрельбу и перезарядку. Внизу есть иконка разворота на 360 градусов. За каждое убийство и различные действия тебе будет капать опыт и деньги, за которые можно улучшать показатели оружия. Хой его здесь с доброй десяток. А при помощи вождения пальцем по экрану можно выполнять всякие интересные действия с окружением. Вроде расчищение документов, перебора папок и бить зомби ломом. Ах да, пользуясь случаем, Фримен бы хотел передать привет. Бои ломом, кстати, тут выглядит еще скучнее, чем стрельба. В общем, тебя ждет унылая пальба и кривой ближний бой с зомби, который выглядит как плохо поставленная сцена в фильме о Давуде. Зомби еле передвигаются, чтобы ты успел в них попасть. Отойдя до тебя, все равно не смогут толком ничего сделать, вызывая скорее смех и недоумевание, нежели ужас и страх. Игра весит ни много ни мало полтора гигабайта. Но, по-моему, это неудивительно, учитывая, что она достаточно длинная и красивая. Иногда наблюдается подтормаживание, в основном происходящее в больших и открытых локациях. В итоге, как ни странно, при наличии всех косяков, Война Миров Зетт оставляет приятное ощущение качественной игры, к разработке которой отнеслись с большой ответственностью. Качественный дизайн моделей и уровней, прекрасная графика и эффекты не будут переставать радовать глаз. А продуманный сюжет и фишки с активным использованием сенсора экрана вообще оставляют большие надежды на будущее в развитии Android игр. Именно по этим причинам советую поиграть в неё каждому. Вдобавок, не так много качественных игр по фильмам есть на сегодняшний день, а тем более на Android. И пальцев одной руки хватит, чтобы их сосчитать. Поэтому, выбор за тобой. В общем-то, это и всё, что я так хотел тебе рассказать. Если тебе понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал и вступай в группу. Это был обзор от Mob.ua и я Трэш. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!